Девушки отдыхают А помогут мне в этом мои подруги Мария и Светлана Любовь, 25 лет Экстрасенс сказал, что ее жених мешает ей встретить свою настоящую любовь Бросила избранника, но суженый так до сих пор и не появился Любовь – налоговый консультант Имеет два высших образования Пишет стихи, создает букеты невест Увлекается астрологией Мечтает побывать в Сингапуре и завести веслоухого кота Гордится тем, что работает с 17 лет Признается, что она сладковешка Любовь живет в Тюмени, но готова переехать к избраннику в любой город мира Выйдет замуж за целеустремленного и инициативного мужчину по имени Алексей Здравствуйте! В честь нашего знакомства я бы хотела преподнести небольшие подарки из нашего города Тюмени АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое! Спасибо, дорогая! Вот, без подарка, не могу выжить, выхарить Щедрая какая, внимательная! Кто вам посоветовал жениха по имени Алексей? Экстрасенс? Нет, не экстрасенс, дело в том, что меня зовут Любовь, а фамилия моя Алешина И было бы логично... Алешкина любовь? Да, было бы логично, если бы моего мужа звали Алексей А вы же были у экстрасенса, да? Просили его о помощи какой-то, когда были в отношениях с молодым человеком? Да, я была у экстрасенса, у меня были сложности в отношениях Очень сложные Очень сложные отношения, да И я ходила за советом о том, сохранять отношения или же бросать человека, расставаться и... Расскажите историю, как вы собирались на свадьбу Как я собиралась на свадьбу У меня были длительные отношения, два с половиной года с молодым человеком Первые полтора года это был конфетно-букетный период Все было замечательно, очень хорошо, было полное взаимопонимание Но спустя полтора года я поняла, что у нас с человеком абсолютно расходятся интересы А вы с ним жили, да? Мы не жили, мы встречались, ну скажем так, гостевой брак у нас был Вот, и я, поскольку человек достаточно общительный и коммуникабельный Мне не хватало общения элементарного То есть, чтобы мы выходили в свет, скажем так Соответственно, отношения стали исходить на нет Нужно было либо, я считаю, с его стороны делать предложение Либо расставаться Вот посмотрите, вот вы какие странные люди Если он до брака не соответствует идеалу мужчины, с которым вы прожили всю жизнь Зачем же выходить за него завтра? Ну вот у меня и были сомнения, по этой причине я и решила обратиться к ясновидящему за советом Странно как-то ходить к страсту, чтобы спросить о продолжении отношений Ну почему? Если тебе дико интересно, ты приходишь и говоришь Скажи мне мое будущее Она будет таким, она тебя берет и все говорит Нет, у тебя будет все по-другому И ты расстроен и идешь домой Ой, боже, и что этот ясновидящий сказал? Ясновидящий сказал, что этот человек абсолютно мне не подходит Что меня впереди ждет светлое будущее Совершенно другой человек, который полностью возьмет ответственность за меня За мою жизнь И что у нас все будет замечательно Что человек, с которым я на данный момент находилась в отношениях Он просто тяжким камнем висит у меня на шее И я решила, что на самом деле, наверное, стоит мне расстаться с этим человеком Поскольку у меня были сомнения А на свадьбу ты с кем собиралась? На свадьбу пригласили нас вдвоем Но мой молодой человек сделал очень по-хитрому Он не взял меня с собой Причем очень так, он обманул меня Сказал, что все уже, ты знаешь, я зайду буквально поздравлю Подарю букет цветов Нет, сначала говорит, давай лучше в кино Да, он сначала сказал, да, Клюк, давай, может быть, лучше в кино сходим А я просто заскочу буквально на часок Подарю букет цветов, всех поздравлю, всех поцелую А как можно, если вас пригласили на свадьбу Значит, вы близкие люди этим молодым Потому что просто так на свадьбу никто не приглашает Как можно выбирать между свадьбой и сходить в кино? Свадьба, это же планируется как минимум за несколько месяцев Подарок там Подарок, приглашение, места Там вопрос был не в том, что выбор, а именно в том, чтобы не затягивать это То есть он не хотел просто меня брать с собой вообще Поэтому он сказал, что... А это с его стороны были, да? Да, это были друзья с его стороны Поэтому он и сказал, что я буквально заскочу, подарю цветы, всех поздравлю и уйду Мы с тобой сходим в кино А вы тоже могли бы сказать, и я с тобой заскочу? А он сказал, что места уже нету Ну, в итоге в 6 часов вечера телефон был отключен На мои звонки никто не отвечал Друзья тоже не брали трубки А вы адресок знали, где свадьба проходила? Да, я знала, где проходила свадьба Но я понимала, что я настолько на эмоциональном взрыве Что я просто, если приду туда, я испорчу людям свадьбу Если буду выяснять с ним отношения именно там Я решила дождаться Поступить мудро Но получилось так, что он мне перезвонил в 12 ночи И сказал, Люб, мы отношения сегодня выяснять не будем Поговорим завтра, когда я буду трез Ну, а за ночь я все обдумала Я решила, что это последняя капля Терпеть я больше не хочу Нужно расстаться с этим человеком Легко у нас честный Скажи Никогда 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 И я, да и у вас Свидетель уже на протяжении Цети лет Любочка, а если вы встретите прекрасного мужчину По имени Сигизмонт Что, даже рассматривать не будете, да? Нет, почему, конечно, буду рассматривать Но будет она просто любовь Но выйдете замуж Но выйдете замуж за Алешу Ну, хотелось бы, конечно Но нету таких критериев Хорошо Вам 25 лет Опыт такой у вас небогатый Почему? Как вы считаете? Ну, потому что я считаю, что я достаточно, наверное, разборчива в отношениях И Может быть, близко к себе не подпускаю Хорошо, вот вы встретите Алексея Допустим И понравится он вам внешне Но он еще должен какими-то качествами обладать, да? Для того, чтобы стать вашим мужем Да, конечно Ну, расскажите На данный момент мне бы хотелось видеть человека Который бы был ответственен Нес ответственность за свои поступки За свои слова За свои действия Готов был к семейным отношениям А как готовность проверять будете? Ну, я считаю, что нужно, наверное Привести его к друзьям, где есть маленькие дети Ну, один из таких тестов, скажем так Посмотреть вообще, как он ведет себя по отношению к детям Потому что я считаю, что некоторые просто думают, что это в игрушки поиграть Нет, Любочка, у меня абсолютно целлофановый взгляд, когда я вижу чужих детей Мне никак О своих люблю Это ни о чем не говорит Вы смотрите После того, как вам экстрасенс сказал, что вы встретите свою настоящую любовь У вас ведь были отношения? Три месяца аж Да, у меня были отношения А вот там расскажите, почему не заладилось Все, как предсказал мне экстрасенс Я встретила человека Вернее, я знала его достаточно долгое время Просто я не рассматривала и не думала, что у нас могут завязаться какие-то отношения Хотя это же грех Это же грех вообще Что? Ну, вообще, да Молодой человек пригласил меня на свидание в кино Я пошла из любопытства, из интереса Произошла какая-то вспышка, наверное, искра промелькнула То есть я увидела, что человек действительно очень интересный У нас очень много общего И закрутился бурный роман Такой бурный, что через 4 дня я уже одолжила деньги Поехала с ним в Таиланд отдыхать На свои деньги? На свои деньги, да А приглашал он? Он приглашал, да Я приглашаю Только со своей едой и со своим бельем постелем Ну, на тот момент... Зыскрила Не меркантильный человек Мне показалось, что ну почему бы нет Он же планировал отпуск заранее То есть какая-то определенная самоденега у него была На него одного, поэтому я восприняла Вы как честная девочка Да Денег заняли и поехали Жили в одном номере Да, жили в одном номере Вот подфартилы парни-то На халяву-то отдохнула На что намекают? На то, что как бы отсюда можно ехать в Вологду сразу Сразу же, сразу же Вологда не Таиланд Чумбы и нет Место в машине есть Ну а когда вернулись, что? Когда мы вернулись, он познакомил меня с родителями Я его познакомила, в свою очередь, со своими Все было хорошо, замечательно То есть я уже видела его в костюме жениха Себя в платье невесты Все было здорово Не предвещало, как говорится, никакой беды Но я уехала в командировку на неделю И за эту неделю что-то вот поугасло У моего молодого человека То есть он уже как-то, видимо, что-то у него в голове поменялось Да, я поняла по голосу Поняла по смс Поняла по общению Что что-то уже не то Я задала вопрос Слава Богу, если бы он вас в лицо узнал Уже было хорошо На которую он мне ответил, что проблема на работе Спустя где-то неделю я все-таки вывела его на разговор на серьезный Мы встретились в кафе И он мне сказал Люба, ты знаешь, я понял, это была просто вспышка Какая-то страсть, любви нет и не было И я не считаю, нужно продолжать какие-то отношения Потому что, в принципе, тут ничего нет Как бы ничего нет и быть, в принципе, не может Молодец Предлагаю остаться друзьями До следующей встречи в Мальдивах Второй и опять обманщик в ее жизни Как-то вот И опять это-то, это-то Не везет немножко Мне кажется, зато как бы набила шишки Теперь знает точно А как вы считаете, уместно ли Женщине задавать вопросы Мужчине, с которым она хочет связать свою судьбу Те, которые ее на самом деле интересуют Да, я думаю, что да То есть вы сегодня готовы? Ну, так вот, какие самые важные, в принципе, вопросы вы хотели бы задать любому потенциальному мужчине? Ну, я думаю, что о общем бюджете задала бы я вопрос Молодец Как вообще молодой человек считает, что совместный он должен быть А у вас какой вариант? Мне бы хотелось, чтобы он зарабатывал чуть больше, но бюджет был совместный А чуть больше, это сколько? Просто ваш какой доход-то? Ну, 2000 долларов, если переводить Ух ты! Для Тюмени-то Для Тюмени-то очень хорошо, да Молодец! Ясно Ну, там женихов-то у вас сколько Ой, там женихов! Вот, во! Просто во! Поэтому мне прям даже странно, что вы в Москву приехали Но у нас женихи тоже с критериями, с определенными Московских хотят? Да Хотят обеспеченных очень даже Тебе нужна богатая? Нет Я, я сам должен все делать Душа, чтобы богатая была Ой, Любочка Ну что, будем знакомиться, наверное, да? И уже в процессе все будем довыяснять Ну, если от меня, то, конечно, все эти вот эти детскости То, как его должны звать Ходить ли вам к экстрасенсу Прекратите Откройте просто свое сердце И разум Будьте внимательны Задавайте вопросы Рассматривайте его И вам будет все само ясно Вообще, научитесь жить своей головой Своим умом Это, мне кажется, пригодится Не некого потом будет обвинять Да? Ну, Любонька, ну, здесь беззатей, как говорится Единственное, что скажу В каждом возрасте нужен разный мужчина Я имею в виду вот вам В вашем возрасте Мужчина нужен для того, чтобы создать общую реальность Вам нужно совместное имущество нажить Детишко нарожать В 30 бы, если пришли бы Там немножечко другое было бы Поэтому здесь все беззатей Мужчина, который детей хочет Прям как будто здесь, сейчас Жениться У кого материальный достаток нормальный, собственно говоря А что, если даже дом будет сидеть Вы будете карьеру строить Я ничего плохого здесь не вижу Главное, чтобы у вас все лотком, как говорится Был такого хорошего простого парня Правда, как зовут, мне все равно Но раз у нас сегодня выбора нет У нас три Алексея Значит, ну, можем и с именем попасть Тоже, как говорится, дополнительный бонус Вот такого Главное, чтобы старую встретить в хорошей компании Детишек, таких вот И внуков Ну, мне тоже хотелось бы вам пожелать простого парня Ну, да, я думаю, что вам простой не нужен Потому что вы себя ощущаете девушкой Ну, не для всякого мужчины А для какого-то, мне кажется, необычного Нет? Поэтому вы себе там придумываете Наверное, да И все с именами, и с экстрасенсами Вам простой не подойдет Простых полно вокруг Постарайтесь не обжечься Постарайтесь найти такого мужчину Что в случае, не дай бог, чего-нибудь Чтобы он вам не искалечил всю жизнь Чтобы вы потом в зрелые годы об этом не жалели Достойного Просто достойного Уж если рассуждать о том, что касается имен То Алексей, который он же защитник Вовсе не лучшее имя для вашего спутника жизни Поэтому не циклитесь прямо именно на Алексея А вот то, что вам дали родители имя «Любовь» Я приветствую Потому что оно значительно ваш гороскоп, например, смягчило Вы человек холеричный, активный, бойкий Мало того, что лев, еще и Марс во льве восходящий То есть я боюсь, что если бы вам не дали такое нежное, очень женское имя Вас бы качества мужские даже доминировали То есть перебор был бы чуточку с жесткостью, совсем другим Я вам желаю мужчину такого же, как вы сами Абсолютную ровню во всем Очень активного, я бы сказала так, не гуляку Но очень бойкого мужчину Просто ищите мужчину, который не будет пассивен, и все Очень скоро нашу невесту ждут три незабываемые встречи И, возможно, одна из них изменит ее судьбу Не пропустите В эфире «Давай поженимся» на студии «Любовь» Встречайте первого жениха Удачи! Привет! Меня зовут Алексей Я очень рад познакомиться с тобой сегодня поближе И надеюсь, я стану тем самым Алексеем, который будет рядом с тобой Все оставшиеся в этом Спасибо большое! Очень приятно! Спасибо! Розовая рубашечка Ну да, модно! Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! У вас что, глаза накрашены? Да нет! А что, это бланш? Тоже нет! Глаза такие! Да? Красивые глаза! С кем вы? Сегодня со мной самые близкие мои люди Это моя сестра и ее муж Давайте на вас посмотрим Алексей, 28 лет По образованию, педагог по вокалу Работает менеджером по продажам в торговой компании Занимается рукопашным боем Играет в шахматы Обещает разделить с женой все домашние хлопоты Признается, что каждый день совершает удивительные поступки Алексей увел возлюбленную из семьи Но через неделю она вернулась к своему бывшему мужу Надеется, что любовь постоянно в своих чувствах А вы приехали из Вологды Специально, чтобы познакомиться с любовью Чем она вас так приворожила? Она прекрасна Она мне очень понравилась Мне понравились ее увлечения Букеты, стихи Я очень люблю петь И надеюсь, что когда-нибудь спою песню на стихи, написанные А экстрасенсы как у вас? Экстрасенсы... Ну, вы знаете, я думаю, что у каждого есть право на то, чтобы попробовать в своей жизни обратиться к экстрасенсу А уж верить ему или не верить, это только решит вам Алексей, вы каждый день совершаете удивительные поступки Расскажите хотя бы об одном из поступков Ну, вы знаете, я человек открытый И я не могу проходить мимо людей, таких же открытых, как я И я знакомлюсь с людьми на улице Я помогаю тем людям, мимо которых просто проходят, не обращая на них внимания Поэтому неудивительно, что вас зацепила женщина замужняя Проходите, она стоит такая неудовлетворенная, несчастная, замученная, старше вас Вы абсолютно правы Потому что многих женщин, которые находятся в браке, да, с течением какого-то времени Рутина семейная, дети, муж, это все убивает Давайте я вот теперь буду вот таких молодых парней, которым помогают замужним женщинам в ситуации Назвать помощниками Вы помощник Ну что ж, кто это рядом с тобой? Помощник Помощник, конечно Вы помогаете с теми Ну, этих примерный зайчик Ну, спектакль играет Посерьезнее, посерьезнее Добренький, хорошенький И вот вы не прошли мимо несчастных Ну, в профайле было сказано, что на тот момент, когда я познакомился с девушкой, я не знал, что у нее есть муж Не знал, что у нее есть ребенок Мы познакомились в ночном клубе Это была просто красивая, обаятельная девушка, которая привлекательно двигалась Была искристо, лучезарно Шеста? Нет, не у шеста Она отдыхала с подругами И я решил с ней познакомиться Познакомиться поближе И она не сказала мне о том, что у нее есть муж, ребенок Что она старше вас Что она старше меня И мы с ней общались У вас было все равно Вы знаете, абсолютно Но вы же с ней общались 4 года Два Два Ну, у вас год за два шел Ну, абсолютно точно Очень активно шло наше общение И вы знаете, как бы я не замечал того, что у нее есть муж и ребенок Потому что она была свободна, легка Мы могли встречаться с ней в любое время по звонку Кукушка Да И поэтому, в принципе, я не считал, что я разбиваю семью А шапки не дарили мужу? Шапки? Нет Ну, для того, чтобы он ее собирал Прикрывать кое-что Рожки Я не знаю, для меня семья это самое ценное То есть, если бы я узнала о такой ситуации Нельзя чужую семью разбивать как-то неправильно Вы хотели, чтобы она к вам ушла? Очень Я старался сделать все для того, чтобы она ушла ко мне И я искренне верю в то, что она уйдет ко мне И она же ведь ушла к вам? Она ушла, но ненадолго Господи, как такого красивенького, губастенького можно было так На посыл его мужа, который меняет, да? Я не представляю А ушла-то вы что? Вы квартиру там сняли, да? Вы знаете, я еще раз повторюсь, да, я старался сделать все для нее Я снял квартиру сразу на год Я купил машину Я старался сделать все, чтобы, ну так скажем, призойти ее мужа Который давал ей полностью обеспечивание А что тогда, ну, не дотянули-то чем? Не дотянул, скорее всего, своей молодостью и вспыльчивостью То есть, за то время, пока она была с ним, я показал себя, так скажем, весьма не очень хорошо То есть, нервы ей мотали ревностью? Да, я очень переживал из-за того, что она ночевала дома Очень долго думала над тем, перейти ко мне, не перейти Я достаточно много измотал ей нервов И когда она к вам перешла, ее хватило на недельку, да? На неделю А роль помощника вас не устроила, да, по жизни? Я все-таки стремлюсь к отношениям более постоянным, да Как давно все это у вас прекратилось? Ну, достаточно, давно, 4 года после этого А, ну, хорошо Да Да, потому что ревнуете уже? Ну, уже настораживает, да А есть у вас какие-то вопросы друг к другу? Да, есть, например У нас есть вопросы, даже очень много назрело вопросов Первый, конечно же, дети Насколько ты сильно хочешь и как быстро? Ну, мне 28, да Достаточно большой опыт, не удивляйте, скажу, работы с детьми, да Я очень люблю детей, я вообще педагог по вокалу Именно в детских музыкальных школах, в общем-то, проходил практику Детей я очень люблю и очень хочу Чужих детей, бывает, тоже любят очень сильно А своих? Вот мне, своих у меня нет Жену найдет, будут дети Да, в этом, в общем-то, вся и суть Я хочу опять же найти человека, с которым... Александра, вам нравится любовь? Мне нравится, да, мне понравилась ее позиция, такая серьезная Она точно знает, чего хочет По крайней мере, то, что мы услышали Мне это очень нравится Мне кажется, Леше как раз и нужна такая девушка Он готов к отношениям Ну и слава Богу, а мы готовы уже на и сюрприз посмотреть Спасибо Бугли, бугли, давай поделываем Сюрприз показывай, уходи И в Володь Вечная любовь Вечная любовь Верны мы были ей Но время зло Для памяти моей Чем больше дней Лучше, рано в ней Все слова любви Безумный крик сердец Слова твои И слезы, наконец Судя по тоненькому голоску Ярно, что парень либо сидел на стуле сейчас неправильно Либо в детстве Случилось что-то Ходя по забору Ну, вот это, испытание, да? Где-то на финишной черте Оторвался Эх, зорька рассветет И в сумраке ночном Уйдет, умрет Но оживет потом И все вернет Блаженный летний зной Из вечной летний зной Вечная любовь Живу, чтобы любить До слепоты И до последних дней Одна лишь ты Жить любя Одну Тебя Навсегда Спасибо 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 Проходите в свою комнату Какое впечатление произвел жених Светлана, да? Да, больше всего меня смутила фраза Алексея Про то, что он был вспыльчив В отношениях Дело в том, что любовь у нас обладает Тоже таким Такой чертой характера Человек яркий Она очень быстро отходит Но я считаю, что ей нужен более спокойный молодой человек Может быть уже Да, с таким спокойствием льва С гордой осанкой Очень хороший молодой человек Мне тоже понравился Но я считаю, что немножко нелюбим Как вам? Хороший молодой человек, да Немножко насторожила вот его Вот эта еще неопределенность по жизни С переменой мест, жительства и так далее Ну так, в общем, положительное впечатление 28 лет Да Да Ни рыбы, ни мяса Да, он как бы уже должен был в свое время Как-то самореализоваться Мне кажется Как раз рыба, да? Да, ты рыба Мне кажется Немножко не раскусили тебя Немного не поняли В семье по-разному люди приходят Особенно мужчины Нужен стимул Он же не сватается, я не знаю, к дочери министра Обычная девушка, в конце концов Пусть тоже помогает Остепенится Симпатяшка А у него вон все, все Руки есть, ноги есть В тюмень приедет Там будет строить Я очень много попробовал Я сейчас достаточно активно развиваюсь Я думаю, что для меня будет не проблема Купить то, что нужно, да, будет для семьи Ты говоришь, ни рыба, ни мяса Я скажу, самые настоящие рыбы Вот как на небосклоне Две эти рыбы изображены Ну, созвездие представляют Как две рыбы, которые за хвосты стянуты И одна тянет в одну сторону Северная, южная рыба тянет в другую сторону Ну, так и люди этого типа всегда разрываемы эмоциями, желаниями И живут вот так же неопределенно То мечутся из стороны в сторону, то рвутся на две части, на две половины Но мне кажется, что он уже для своего начального состояния созрел достаточно Я бы его совсем уж со счетов не сбрасывала Да, в нем есть силы желаний, но мне кажется, что она может быть двигателем вот тем самым О котором вы мечтали Вам спокойный мужчина не нужен Рассматривайте Давай поженимся теперь в вашем мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет В любое время И не пропустите новое знакомство через несколько минут Оставайтесь с нами В утере давай поженимся У нас в студии любовь Встречайте второго жениха Я всегда знал, что любовь это самое главное и нужное человеку Поэтому ты достойна этого букета Спасибо большое Приятного познания Спасибо Проходите Да, молодой человек Пока Лариса Как можно оставить вас без цветов? Роза Вам розовая, естественно Спасибо вам большое Да, спасибо вам А мне белую Я невесту, что ли? А с кем вы пришли? Я пришел со своими друзьями Это Лев и Николай Очень приятно Давайте вас посмотрим Алексей, 28 лет Букинг-менеджер Играет в баскетбол Читает современную альтернативную литературу Мечтает побывать в Великобритании И стать ведущим программы на Первом канале Предупреждает, что иногда бывает модно Алексей уехал в Москву на заработки Пообещав впоследствии забрать жену к себе Но супруга не стала ждать, пока он разбогатеет И нашла себе другого Надеется, что любовь не будет в нем сомневаться Сколько вам было лет, когда вы уехали в Москву на заработки? Сколько вы были женаты до того времени? Что у вас осталось? Откуда вы приехали? Расскажите свою историю Своим университетом Итак, я приехал в Москву не так давно Из города Балакова, что в Саратовской области Приехал я один год и семь месяцев назад То есть, в принципе, я сравнительно недавно здесь нахожусь Приехал, опять же, с подачи льва Моего друга и товарища, который раньше уехал, соответственно И нашлась работа, которая устраивала меня Чем заманил он вас в Москву, женатого человека? Во-первых, я всегда хотел в Москву У меня всегда были такие мысли Ну, я просто понимал, что в нашем маленьком городке Тех перспектив, которые я хочу добиться Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах Ну, это просто нереально Это, опять же, синдром маленького города То есть, есть некий предел, которого ты достигаешь И все Лишь целестременно захотел, перебрался Молодец И вы сбегали от жены? Или, как все мужчины, обещали, что вот устроитесь Вы ее с собой Ни в коем случае не сбегал В принципе, я всегда знал, что Ну, она как бы особо не питала такого желания, чтобы Ну, ехать сюда А кем вы работали у себя в маленьком городе? Я работал на радиостанции ведущим Вот Уже порядка десяти лет Но сейчас моя основная работа в Москве Это как раз, как было озвучено Это букинг-менеджер То есть, я занимаюсь организацией клубных выступлений Звезд отечественного шоу-бизнеса Региона Российской Федерации А чего хотите в Москве добиться? За какой мечтой сюда приехали? Я хочу добиться очень хорошего успеха В плане ведущего, естественно Я хочу еще и выучиться Потому что я понимаю, что опыт, конечно, большой Но ему нужно придать такую огранку Вы хотите на Первом канале? А вот Если бы сегодня Исполнилось ваше самое заветное желание Вот вы бы прямо сказали Да, лето уходят все в отпуск У вас есть возможность В течение трех месяцев Подсидеть любого Нагиева Малахова Ну, наших топовых всех Это неинтересно А кого? Извините, перебью Просто Это неинтересно, когда тебе говорят Вот так вот, на и держи Ну, хорошо В каком формате хотели бы работать? Развлекательный, свободный Не люблю Ну, честно признаюсь Опять же, сценарий Или что-то в этом роде Можно было приехать в Москву Зачем? Я вам объясню Все дело в том, что Опять же, когда я приехал из своего города Ну, как бы Как бы это не выглядело Каким-то выпендрежем, да Или чем-то в этом роде Я достиг там всего, чего я хотел По крайней мере Может быть не всего Я был известный Я был известным Я был известным Да, у меня Я проводил абсолютно все Да То есть, поэтому, соответственно, мне Многие говорили, куда ты едешь У тебя здесь в шоколаде А материальный достаток вы там достигли? Все в порядке Ну, вот, допустим, у вас не получается с каналом С первым каналом Ну, каналов много То есть, телевидение – это вот ваша мечта? Вы понимаете, да Нет такого, что это самое-самое прямое, да То есть, других перспектив я не рассматриваю никак Опять же, я Скажите, пожалуйста, вы пришли бороться за девушку Значит, у вас серьезные планы Вам она сейчас зачем? Вам негде жить Вы, наверное Есть? Вы снимаете квартиру? Я снимаю, но все-таки есть и хватает А вы ипотеку выплатили? Мы ипотеку не выплатили То есть, вы еще Оставили на жену? Ну, я из нее вышел, да Вы из нее вышли? То есть, оставили жену расплачиваться? Ну, она там и живет в этой квартире Тот же не живет Как бы я не хотел обходить стороной все эти моменты С вами, да, мы этого не получаем А как вы хотели? Интересно, ваши долги нашими долгами станут Нет, нет, нет Я сейчас не про долги конкретно, а вообще про жизнь Но, все-таки, смотрите, мы с вами очень сильно укоренились в это прошлое, которое было Конечно, я понимаю Девочки нужны муж с долгами Тут дело даже не в долгах Нет долгов абсолютно Нет долгов абсолютно А я хочу узнать, насколько вы готовы сегодня к серьезному отношению? Просто в его словах ни разу не проскочило какой-то семьи, да, уюта какой-то У него есть какие-то определенные свои цели, личные? А вот, на самом деле, ты правильно сказал, что как вписывается туда любовь В Москве же были какие-то романы? Конечно же, вы в то время, пока искали квартиру, пока готовили, так сказать, да? Ну, роман, имеете в виду, когда еще я был в отношениях с женой? Ну, да Ни в коем случае Ни для здоровья Ни для здоровья Ни для здоровья Я не понимаю этого Вот честно Ну да, пошлость какая-то, Русь Я тоже не понимаю, что он тебе скажет? Нет, нет, а Честно Что он должен сказать? Честно говорит Ни в коем случае Ну, достойно Ну, хорошо, а пробовали в столице закрутить роман? Зачем это пробовать? Я не понимаю это Ну, хорошо, я не так выразилась У вас была возможность, я не знаю, у вас был уже опыт Да, возможностей было много, конечно Было, да, и что? Но, я не знаю, возможно, опять же, после того, как я был уже женат, я стал больше, наверное, разборчивым На что? Вот на что обращаете внимание в первую очередь, да? Прежде всего, естественно, девушка должна быть очень умной, начитанной, с чувством юмора, открытой То есть, чтобы не ей со мной не было скучно и наоборот То есть, соответственно, чтобы мы вот такие два фонтанчика Сколько времени вы пропадаете на работе? На работе Сколько будет доставаться жене? У меня есть полная рабочая неделя, официальная, стабильная, как у всех нормальных людей, это раз Плюс ко всему, я работаю еще ведущим на любых мероприятиях абсолютно То есть, это выпадает и пятница, и суббота По факту, мой выходной – это воскресенье Люди, которые все отданы творчеству и достижению какого-то вот именно творческого взлета, да? То есть, там семья обычно всегда на втором плане, а не на первом Вы готовы показать сюрприз? Да Давайте посмотрим Люба, я просто тебя пригласила Люба, я слышал, что до этого ты обращалась к экстрасенсу И я решил исправить этот момент для того, чтобы Какие бы вопросы у тебя в жизни не возникали, ты бы всегда находила самые правильные ответы Делала самый-самый правильный выбор Вот это магический шар, потряся который, как бы смешно это ни звучало, друзья Ты будешь получать вот здесь, вот в этом магическом экранчике самый правильный ответ Пожалуйста, это тебе Ты задала ему вопрос уже? Да, задала А как увидеть? А ты там, знаешь, прикинь-ка, вопросик-то это, и долги есть у него или нет? Спроси у шарика-то Ну, ответ не надеетесь, не очень утешительный Ну, соответственно, к твоим рукам он еще привыкнет и все будет хорошо Шарик не помог Шарик против Спасибо вам, парни, проходите в свою комнату АПЛОДИСМЕНТЫ Ай, Леха, ну красавец! Не подкачал, молодец! Да! Ну что, девчонки? Ну, конечно, парень творческий также интересный, но я бы тебе не советовала, Леха Больше он нацелен, мне кажется, на карьеру, нежели чем сейчас он не готов к серьезным отношениям Я думаю, что пообщаться было бы очень интересно, но в данном случае сейчас, в этот вечер он пришел показать себя Да! Такое впечатление сложилось у меня, я думаю, что оно не обманчиво Любочка? Ну, скажем так, мне понравился молодой человек, он действительно чем-то таким заинтересовал Не совсем, может быть, мой типаж, который я привыкла себе выбирать, но интересно Вам жених понравился, я видела, как у вас глаза загорелись Вот по мне, например, лучше первым в деревне Ну, что он будет делать в Москве? Ну, большой мальчик уже, ну, сидят, ну, что-то вот это Затейники, ну, много-много уже здесь Зачем терять время, вот я так считаю Не мое, конечно, это дело, но если вам так уж очень понравился, может быть, стоит его заманить чем-то Еще наши деды говорили, готовность мужа – это построить дом А он даже не дом, не пойми, чего не построил Он произвел впечатление человека, который пришел сюда сорвать немножко, если не славы, то внимание Он, правда, бредит славой Но, вообще говоря, в любой профессии успех достигается одним из четырех путей Это либо талант, либо везение, либо расчет точный, либо трудолюбие Конечно, на везение рассчитывать глупо, тут уж либо везет, либо нет Мы, к сожалению, не увидели сегодня какого-то искрометного таланта Так, чтобы он урган-то подсидел или кого-то еще Но, может быть, терпением, трудолюбием и точным расчетом возьмет карьеру Мне кажется, что не стоит сбрасывать со счетов Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство, которое может стать судьбоносным Оставайтесь с нами АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы смотрите «Давай поженимся» Встречайте третьего жениха Любочка Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Любовь! Меня зовут Алексей Я вам приготовил вот такой вкусный подарочек Это букет из конфет, он такой же прекрасный, как и вы Спасибо большое! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алексей, с кем вы? Это мой лучший друг Сергей Он пришел меня сегодня поддерживать Мы с ним же давно дружим Давайте посмотрим на вас Давайте АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей, 25 лет, инженер-эколог Читает книги по экстремальному вождению автомобиля По выходным играет в футбол Мечтает побывать на озере Байкал И в Сочи на строительстве Олимпиады Предупреждает, что не любит долго ходить по магазинам По возвращении из армии Алексей сделал своей невесте предложение Но вскоре выяснилось, что пока он защищал Родину Она завела Роман на стороне Надеется, что любовь не способна на обман АПЛОДИСМЕНТЫ Какие у вас прекрасные мечты Озеро Байкал, строительство в Сочи Вот как-то сразу тепло к вам Да, у меня просто моя работа связана непосредственно Ну, в строительной компании работаю инженером-экологом Там слежу за безопасностью на объектах И вот моя мечта Тогда бегом в Сочи, прямо после программы Хорошо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не получится Потом пообщались Посмотрели друг на друга Я подумал, а почему бы и не попробовать Но она была ребенком Да Вас могли посадить Могли Мы ждали Ждали Чего? Совершеннолетие Совершеннолетие, скажем так АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так присут Дождались Конечно Прямо в день рождения все и произошло Понятно Ну почему в день рождения? Зачем так? Сразу А и вот вы ушли в армию, она обещала вас ждать Да, конечно, как и, я думаю, многие девушки Говорят, мы тебя будем ждать Ну, как это она имеет в виду Пришел вроде из армии, все хорошо Вернулся И 16, когда вы пришли из армии или 15? 16 16 Я вернулся из армии Она была рада Потом, спустя где-то месяцев 5-полгода При очередной ссоре Она мне высказала то, что Знаешь, а вот Я тебя на самом деле не ждала И, как бы, после этого Типа, пока ты был в армии, я тебе изменяла Ну, не то что, не во множественном счастливе Единственное Изменила Изменила, да Такой парень должен уверен к тебе быть Когда Родину защищает А то Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- другу у меня вопрос скажи сколько тебе нужно времени с девушкой для общения чтобы ты понял что это твой человек и смог сделать предложение и вообще не кажется жениться или нет ближайший собираюсь все-таки 25 лет времени мне кажется месяца два вполне два-три максим полгода парень найдет свою любовь но не любу не нашу любу далек да конечно о чем речь а ты же с родителями сейчас живешь да сейчас даже у с родителями но квартирка как бы бездос когда так есть сдаем а то есть есть куда привести девушку девчонки вы видите например себя в компании алексея и его друга сережи нет абсолютно нет к сожалению алексей я думаю что любовь тоже наверное ты не подходишь потому что она гораздо сильнее по духу чем сильнее я думаю что если человек так спокойно разговаривает у него прекрасная профессия он инженер-эколог он живет в москве у него есть квартира он что он не зажжет ее это немножко не ее типаж если вы имеете смелость так прямо говорить вы нам не подход вы нам не ко двору тогда скажите в чем я думаю во первых он чисто внешне не особо понравится во вторых и нужен более мне кажется солидный мужчина скажите а если вот ваши подруги сказали любочка вы всем хорошим чисто внешне вы мне не нравится разве так важно внешность мужчины аккуратный молодой человек с хорошей фигурой зачем так пацана бежать внешне зачем расстраивать меня другой смущает но это вопрос уже наверное психологом у вас не было совсем опыта общения с взрослой женщиной почему был на старших курсах и вот относительно недавно девять месяцев еще отношения почему и там что не сложилось а там просто выяснилось то что я был как в роли любовника и там она была замужняя да нет она была почти замужняя то есть они уже жили вместе когда мужа будущего мужа не было то она приглашала меня какой ужас так что опыт и были и вам показалось унизительным да вот такая вот мутная ситуация мне показалось то что если она обманывала его почему и не стоит обманывать потом меня так же покажите сюрприз который вы приготовили у меня сюрприз танец медленный позвольте приглашу зафиг музыка или Спасибо. 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 Будьте искренне нравиться друг другу, да, у вас прочнется какая-то симпатия в дальнейшем, серьезные чувства, он сможет остепениться, и у вас, возможно, какая-то хорошая семья. А я считаю, что нужно в более неформальной обстановке все-таки поговорить, больше пообщаться со вторым кандидатом, потому что, на мой взгляд, он более тебе подходит. Лешка, понравилась невеста? Да, да, понравилась. А вот третий Алексей, просто прекрасный жених для вас, почему нет, с мягкой, спокойной, уравновешенной, простой, а какой вам нужен, мы тоже простые, не знаю. Ну что, понравилась эта девушка? Мне очень, честно. Вот я обратила внимание, а уж сколько за пять лет истории тут мы просмотрели, вот как раз бедные всегда почему-то стремятся к популярности, а вот богатые, я даже не имею не только материальный достаток, но и душевное, собственно говоря, богатство, вот им популярность не нужна. К чему говорю? Если идете по этому принципу, то тогда Алексея... Какого? Второе. А, я забыла, их трое. Второе, конечно, потому что Лешке третьему она популярность не нужна, он этот богат. Богат вот всем. А с моей звездной колокольней вам имело бы смысл пообщаться со вторым Алексеем. Не хочу сказать, что пообщаться, это значит обязательно составить роман и иметь какую-то перспективу, но точно это для вас будет полезно. Слушайте себя, дорогая, вы точно знаете, к кому идти, мы вас в любом случае поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Наталья, 24 года, номер 2741. Владелица завода по производству кованых изделий. Познакомиться со зрелым мужчиной, который умеет не только слушать, но и быть интересным собеседником. Алла и Виктория, 24 года, номер 2742. Юристы. Познакомиться с веселыми молодыми людьми, которые разделят их тягу к творчеству. Мы не знаем, выйдет ли Повь одна или с избранниками. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть пара Любовь и Алексей. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4151. Я, Лариса Зазиева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ А что у нас? У нас очень приличная программа. Вот у нас Василий Петрович. Вот у нас Исаак Соломонович. Ну, я чувствовала, что уже он меня изменяет. Мне надо было знать. Могу выпить немного винца, только по праздникам. Хорошая девочка должна уметь делать все то же самое, что и плохая, но только лучше. В конечном итоге мы приобрели еще девочку. Любите себя очень. Ваш выбор, на ком хотите, на том и женитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ